Ну что, произошло у нас первое поражение представителей Петербурга. Вась, как вообще оценишь игру? Как настраивались на прошлогоднего финалиста континентальной футбольной лиги? Да, настраивались. На самом деле, говорить много не буду, но соперник был явно сильнее. Просто ничего, я не знаю, никаких шансов нам не оставилось. На результат не было никакой игры. Спишем, может быть, это на то, что действительно соперник был очень сильный. И второй момент, это то, что первая игра. Многие ребята первый раз на континентальной футбольной лиге. Кому-то не хватает опыта. Первые 10 минут, это мандраж просто. Ну, то есть, одна-две передачи никак. Потом, ну, уступили во всех параметрах команде Эльбин. Поэтому были слабее и заслуженно проиграли. Будем думать, что делать дальше. Следующий матч у нас с Липецком. Видели командочку. Я думаю, побороться можно. Наверное, как-то перестроимся. Решили играть в прессинг. Но поняли, что в прессинг нам здесь лучше не играть. Поэтому будем готовиться к следующей игре, я думаю. Ну, Липецк победил сегодня японцев. Как вообще оценишь японскую команду? И так получается, что, возможно, у вас как раз будет игра с Липецком за выход из группы. Последний шанс. Да, так ты вначале предполагал, что 5 команд. В первой корзине Эльбин был фаворитом, это понятно. Да, Липецк посмотрели. Хорошая боевая командочка. Но у нас в Суперлиге есть похожие коллективы. Поэтому, я думаю, дадим бой. Пытаемся зацепиться как минимум за очки. Может быть, даже победить. Японскую команду тоже видели. Показалось, что ребята немножко в мини-футбол играют. То есть, такие приехали мини-футболисты. Но японцы завтрак. Японцам уже будем готовиться вечером. Сейчас Липецк. Сейчас 2 часа посидим, поговорим. Подумаем, что как. И я очень надеюсь, что зацепимся за результат. Удачи. Желаю вам победить сегодня. Спасибо, Андрей. Продолжение следует.